Добрый вечер, дорогие друзья! Дай Бог, чтобы у него скорей было плоднейшее выздоровление, аминь. Мы с вами продолжаем изучать главу в ЕЦ, страничка 131, вот в этих бумажах. У нас был трёхнедельный перерыв. Как перерыв? Не то, что мы не учились, приходили просто разные учителя рассказывали на разные темы. Поэтому быстренько вам напомню, о чём мы говорили в прошлый раз. Яков украл благословение у своего брата Исава. Исав захотел его убить, возненавидел его. Ревка подзывает Якова, говорит, уходи отсюда. Убегай от своего брата, зачем мне терять вас в один день? Подбивает своего мужа Истаха, говорит, прикажи Якову, чтобы он уходил. Почему? Чтобы женился на нашей родственнице, чтобы не женился на делопоклонницах. Как его брата Исава. Потому что моя душа огорчена от этих женщин. То есть Яков вроде как и вышел, написано как в яйце, Яков и Бершав в Эля Харана. Что он вышел из Бершава и пошёл в Харан. Двойной язык. Мы сказали, что он выполнял повеление матери. С одной стороны, убегал от Исава. С другой стороны, выполнял повеление отца. Исава ехал, чтобы жениться. Убежал. Медраж, говорит, среди ночи, что пока Исав не знает. Убежал поскорее, чтобы его никто не догнал, никто не заметил, никто не убил. Интересно, Раб Мансур такую картину рисовал, что человек 60 с лишним лет сидел в комфортном доме у своих родителей. У него всё было. Звучал тоже с утра вечера. И вдруг начинается у него балаган в жизни. И ему нужно было встать и убегать из своего дома. Спать непонятно где, жить непонятно где. Допустим, он взял с собой какую-то энную сумму денег. Медраж говорит, я не знаю, если мы с вами в прошлый раз говорили. Ильфас, его догнал Ильфас. Губил Ильфас. Это сын. Сын Исава. Почему Исав отправил своего сына? Медраж объясняет, что Исав боялся, я думаю, тоже немножко. Что боялся, что, может быть, Яков его убьёт. И он отправил своего сына на Ильфаса. Ильфас догнал дядю. С одной стороны, хотел его убить, потому что отец приказал. Исав был пример. Уважение родителей. Отец сказал, надо делать. И он это передал своему сыну тоже. С одной стороны, Ильфас догнал Якова, хотел его убить. С другой стороны, это дядя его. Родной дядя, когда он у него вырос на коленках, Яков его учил Тору. Он говорит, как ты мне... И он говорит, Яков, вот ты сам себе придумал наказание. С одной стороны, ты же меня учил, что надо отца уважать. Я сейчас должен выполнить приказы отца. С другой стороны, ты меня учил, что нельзя убить, не убей. Это одна из западных Торий. Он говорит, что мне делать? Он говорит, окей, по-еврейски тогда. Возьми мою одежду, возьми все, что у меня есть. Я останусь посреди непонятно где. Без салфона, без кошелька, без кредит-карт, без фейсбука, без ничего. Не с кем связаться. И говорит, и таким образом это равносильно моему убийству меня. То есть, с одной стороны, ты выполнишь приказ отца. С другой стороны, ты меня как бы своими руками не убьешь, но ты сделаешь такую ситуацию, в которой я буду считаться как мертвым. А Ники Мед, бедняг, у него статус мертвым. Это один... Никто не хочет быть бедным. Никто не хочет оказаться в такой ситуации, где он зависит от других. Все мы стремимся к финансовой независимости. Но есть одно, так сказать, одно преимущество. Находясь в тяжелой финансовой ситуации, человек может сказать, А Ники Мед, бедняг, он как мертвый. А Шем, если я заслужил какое-то наказание, если заслужил какой-то смерть, то пускай моя бедность будет искуплением. Пускай моя тяжелая ситуация будет искуплением за мои грехи. То есть, Иаков оказывается, А Ники Мед, он бедный как мертвый. Говорит, что он вообще голый был. То есть, он все забрал у него. Он зашел в реку и сидел там в реке, пока Ашин не послал ему спасения. Да, Дима? Ну, как вот, я не понимаю, вот это понятие, вот это вот, что бедный человек, он мертвый человек. Как вот это вот? Это непонятно. То есть, вы сравниваете с тем, что в определенных там главах говорится, когда ты читаешь там Девны, говорится, Бог, типа, спроси, дай мне больше жизни, потому что мертвый человек не может тебя восхищать, там, не может о тебе говорить. То есть, как это, они приводят здесь к тому, что бедный человек – это мертвый человек. То есть, это означает, от бедного человека он не получает никаких… он от него не может получить, получается, никаких… дать ему благословение. Он его не слышит тогда так, что ли, получается? Нет. Много разных вопросов задаешь что-то. Слышит ли Бог бедняка? Нет. Смотри. Мертвого человека он не слышит. Мертвый человек… Правильно. Мертвый человек, он не может восхищаться Богом. Понятно, что это в переносном смысле, это не в буквальном смысле. Это Киеву, это как будто… Я понимаю, хорошо, в переносном смысле, но они же это имеют серьезный вид. То есть, они считают, что бедный человек – это так же считается, как и мертвый человек. То есть, они сравнивают это с этим. Я объясню такую вещь, может быть ответить на мой вопрос, не знаю. Написано, что человек позорит своего товарища публично, он как будто его убил. И знаете, что он взял его ножик и убил? Правильно? Как мудрецы говорят, что когда человек позорится, он сначала краснеет, потом белеет. То есть, он совсем опозорен, что он как будто кровь отхлынула от его лица. Он как будто убил его. Шмеху дамим – это кровопролитие, он совершил кровопролитие. То есть, когда человек бедный, он постоянно проходит через позор. Я здесь скажу такую из личных примеров. Я уверен, что многие могут перевести примеры. Была такая ситуация, я полгода без работы был. Мне на аренд не хватало, чтобы заплатить за жилье. Я ходил полчаса вот так вокруг блока, чтобы позвонить своему другу, отдал же денег. Мне было неудобно. Это унижение, это такое унижение, что человек предпочитает скушать свои внутренности, провалиться под землю лучше, чем пройти через унижение. Может быть, в этом смысле имеется в виду, что они комет, что человек, который бедный, он как будто мертвый, что он приходится унижаться, просить других о помощи и так далее. Может быть, в этом смысле. То, что Бог слышит молитву бедного сто процентов еще больше, чем богатого. Это в Торе написано прямым текстом, что не обижай бедняка, ибо он воскричит ко мне, я услышу его и накажу тебя за то, что ты... То есть, когда человек бедный, Бог отвечает на молитву вот так вот. То есть, это еще одно преимущество. Когда человек бедный, он может молиться не только о своем финансовом повышении. Да, он может говорить уже заодно, знаешь, попросить о других вещах. То есть, здоровье, душ и все, что будет. Когда человек плохо, ему плачет, он может это отличное время молиться. Не только за то, что сейчас, а вообще, в общем, за остальные вещи тоже. Еще написано тоже, что бедность никогда не исчезнет. Она всегда останется. А Брэли Сандерс знает об этом? В какой-то голове, я сейчас не припомню, написано, что-то знаешь? Брэли Сандерс. Наши евреи, трубинские. А, не знаю. Шаломенди. Боброе всем еще. Шаломенди. Поехали дальше. Что произошло? Яков оказался в реке, полностью голый. И Бог ему послал спасение. Послал всадника, который утонул. Яков смог взять его одежду. Шаломенди. Здравствуйте. Яков взял его одежду, взял его лошадь. И испугался, что его обвинят в убийстве этого всадника. Тогда он пошел, вместо того, чтобы поехать сразу в Хоран, к своему будущему тестю. Добрый вечер. Вместо того, чтобы поехать в Хоран, к своему будущему тестю, Мош, хочешь садись сегодня с Максом? Он поехал в Яшиву Шемве Эвер. Поехал в Яшиву... Сколько в Шем? Шем это... Кто помнит? Какой бы Шем был? Син Нуаха. Да. Шем очень старый был. Он прожил это допотопное поколение. Он существовал еще за потопом. Он прожил и Вавилонскую башню. Он прожил и Авраама. Прожил и Ицхака. И вот Яков еще приехал к нему учиться у него. Яков там проучился 14 лет. Написано в Медраже, что 14 лет он не спал. Как человек может не спать 14 лет? Так это возможно? Нет. Нет. Невозможно. Потому что что значит, что он не спал? Что он не шел в кровать спать. Что он когда учился, он учился к такой степени, когда уже вот все не могло. Или студенты когда-нибудь в библиотеке, нет? Заходишь, начинаешь учиться. Через 5 минут отрубился. Прошло 3 часа, проснулся красное лицо. Те, кто студент, все знают. Да? Вот. Вот так он проучился 14 лет. Толком не спал. Только когда хотел спать, не выходил даже из Белькмедраша. Только там по своим нужде покушать туда-сюда. 14 лет прошло, поехал дальше в Харан. Уже почти дошел до Харана. Должен был с Лаваном увидеться. И что он говорит? Как я прошел мимо горы Мурья? Что такое гора Мурья? Это то место, где его отца должны были принести в жертву. Это то место, где Абраам молился. Это то место, где Ицхак молился. Он говорит, как я мог пройти мимо такого места? Салом, Джозеф. Салом. Привет. И он дошел до Харана. Он развернулся и пошел обратно. Он говорит, о, цадик идет ко мне навстречу. Всевышний сделал для него чудо. Гора Мурья пошла к нему навстречу. Встретились они в Бетеле. Место Бетель. Яков оказался на горе Мурья. Храмовая гора. То, что сейчас из-за чего весь конфликт с мусульманами. То, что они уже понимают, что скоро мы там построим храм. Уже от этого никуда не убежали. Скоро у нас будет третий Бетом Игдаш. И это самое-самое святое место в мире. Представьте, как голова и туловище. Есть место, которое шея. Которое соединяет голову и туловище. Вот это храмовая гора. Туда попал Яков. И вдруг внезапно свет выключили. Так шик. Солнышко село. И Габа Маком Агу. Он как будто врезался в это место. Встретился с этим местом. Как он встретился? Внезапно. То есть резко наступила темнота. Медраж говорит так, что представьте, что к царю приехал друг. Которого он не видел много лет. И он говорит слугам. Знаете что? Везде потушите свет. Чтобы там прислуга под коридором не шаталась. Чтобы лишний раз шум не создавали. И мы нормально будем с моим другом общаться. Обмениваться секретами. Потушите свет. Притемните церковь. Это Киилу как будто. Медраж говорит, что Бог потушил солнце. Теперь в прошлой неделе рабы Сильверман приходил. Рассказывал, что Яков Авину Тикен Арави, что он постановил вечернюю молитву. Это отсюда выучивается. Что Баевгаб и Маком. Вот это слово на иврите. Оно необычное слово. И отсюда кое-что. Что он подошел к Богу. Подошел. А Маком это еще одно имя Всевышнего. Всевышнего много имен есть. Маком это одно из имен Всевышнего. Что значит Маком на иврите? Место. Место. Место от слова Микаем. Микаем это make something exist. Что как-то сделать так, что он что-то существовал. Микаем. Что Бог делает так, что весь этот мир существует. Окей. И на этом мы остановились. Теперь что снилось Якову. Давайте посмотрим с вами вместе. На страничке 131 кто хочет читать. И увидел он во сне. Кто хочет читать. Есть желающие. Добровольцы. Добровольно. Добровольно. Принудительно будем. Дима хочет читать. И увидел он во сне. Лестница стоит на земле. А ее вершина достигает небес. И ангелы Бога поднимаются и спускаются по ним. И вот Господь стоит над ним и говорит. Окей. Что он видит? До того как Господь с ним еще говорил. Что видит Яков? Лестницу. Лестницу. Ангелы. Что еще? Что он видит? Видит ангелы. Поднимается и спускается. Что это такое? Прежде чем что ему Бог сказал. Давайте разберем что это за лестница такая. Соединяющая лестница и Яков. Окей. Хорошо. Саша хорошо говорит. Соединяющая лестница и Яков. Физический мир с духовного. Как землю и небо. Хорошо. Я вам расскажу. Баля Турим. Очень интересный комментарий. Говорит. Баля Турим очень любит гематрия. Что такое гематрия? Он берет еврейские слова. Их числовые значения разбирает. И приводит ему аналогию. Он говорит. Слово Сулам. Вообще Сулам в Туре написано вот так вот. Самая пламя Мерем без Дезва. Какая разница? Даже если кто-то на еврейском не умеет читать. Я вам сейчас объясню. Вот эта буква самая письменная. Под ней можно поставить огласовку. Три точки по диагонали. Это будет как буква У. Будет СУ. Да? А вместо того чтобы три точки поставить. Можно поставить букву ВА. И будет У. Как на английском. Можно одну букву написать Ф. А можно написать PH. Один тот же звук. Теперь. Сулам так в Туре так написано. Сулам. Сулам. То же самое гематрия, что Синай. Синай. Самых это 60 секундчиков. Сулам. Это 30. 90, 90. ИММ. Это 40. 90 плюс 40. Синай. Синай. 60. Плюс 10. 70. Плюс 50. Плюс 10. Плюс 60. то есть 70 плюс 60, сколько будет? 130, 130, 130. Он говорит, что Синай, это кара Синай, да? Он говорит, что Яков увидел в своем сне гору Синай, он увидел много-много разных событий в этом сне. Одно из событий, которое он увидел, это дарование Торы. Окей. Исхак, у вас вопрос? Да, нет, я просто маленький комментарий. На горском Сульна, Сулам. Лестница Сульна. Созвучит очень удивительно. Не Сулам, ничего, а вот Сульна. На горском. Это говорит о том, что мы действительно... Вот он, еврейский, еврейский народ. Сульма. А еще Сульма на еврейском Сулам, это если в развернутом варианте написать буквы ВАФ, то это будет не 130, а 136. Буква ВАФ это 6. Он говорит, что это Коль. Что такое Коль? Коль это голос. Куф это 100, ВАФ это 6 и Ламед это 30. 136 получается. Сулам, лестница, это голос. Он говорит, что голос, это лестница, по которой поднимается молитва. Праведник, ну не только праведник, любого человека, человек, который озвучивает молитву своим голосом, он поднимает эту молитву как по лестнице Всевышнего. Теперь слово Сулам, Тагиматрия, еще это Мамос. Мамон? Мэр это... Что такое Мамон? Кто значит, что Мамон? А? Мамон это... Гад. Это да, это имущество, это деньги. Мамон это имущество, это деньги. Сколько ОНИ? Бедность? Да, да, ОНИ это бедность. На Горском тоже ОНИ. Откуда ты знаешь? ОНИ? На Горском тоже ОНИ. ОНИ? На Горском тоже ОНИ. Я вообще верю. Мы же в горах, это бедные, Мамон это имущество, говорит Баля Турим, что бедность и богатство, оно как по лестнице, человек поднимается и падает, бывает, где ты найдешь, где ты потеряешь, так бывает, теперь, что это за ангелы, в которые ангелы поднимались, опускались, есть несколько комментариев, один комментарий говорит, что это были ангелы, которые сопровождали Яхоба, Эрт-Исраэль, земле Израиля, то есть он дошел до границы, доходит, они говорят, окей, мы тебя здесь проводили, дальше новые ангелы, которые вне земли Израиля, они тебя будут дальше проводить, Есть другой комментарий, говорит, что каждый ангел, который поднимался по лестнице, это классический комментарий, это символ изгнания, да, есть, вообще у каждой страны, у каждой нации есть свой ангел, есть у Америки свой ангел, есть у России свой ангел, есть у Франции свой ангел, у каждой нации, у каждого народа есть свой ангел, и прежде чем народ проигрывает войну, на небесах идет, там тоже есть ООН, да, своего рода, он не такой антисмитский, как здесь, наверное, есть представители всех наций, и эти представители, прежде чем нация проигрывает войну здесь, там ангел одного народа берет по башке, грубо говоря, дает другому ангелу, другому народу, то есть судьба народов, она решается на небесах, между ангелами, и Всевышний, как подобрает, говорит, хорошо, так будет или не так. Теперь, то, что по лестнице поднимаются ангелы, и они оттуда спускаются, Медрашим объясняет так, что каждый ангел, это символ народа, первый ангел, первое наше изгнание, после того, как мы завоевали землю Израиля, это было Бавель, Бавель это Вавилон, многие говорят, что горские евреи, это те, которые не вернулись с Вавилона, а большинство евреев не вернулись с Вавилона, когда евреи возвращались вместе с Эзра и Нехемия, большинство евреев осталось в Неземной Израиле, и в Вавилоне развивался Танут, Танут Бабли, что значит, вавилонский Танут, он более влиятельный, более авторитетный, чем Юрушан, чем Иерусалимский Танут, то есть многие евреи остались в Вавилоне, и там развивалась еврейская жизнь очень неплохо, этот Бавель, Галут Бабель, Вавилонское изгнание длилось 70 лет, и этот ангел поднимается 70, 69, 68, 69, 70, 70 ступеней, он доходит и начинает спускаться, Яков говорит, окей, 70 лет, мои потомки, мои дети, они будут 70 лет в изгнании в Вавилонском, потом это Вавилонское изгнание закончится, потом Парас Мадаль, персидское, медийское изгнание, вся две ступени поднялся, сошел, потом Вавилонское изгнание, Ангел Яван, греческий, греческий ангел поднимается, когда евреи были под греками, события Хануки, сколько там было, по-моему, 120 лет, 120 ступеней поднялся, спошел, и потом последний ангел, четвертый ангел, это Галутый дом, свой дом, это Исаб, потомки Исаба, Амалекий и другие, и дом, это называется, римское изгнание, и это изгнание продолжается по сей день, хотя уже Паруха Шем в Израиле на земле святые уже много евреев живут, и на этой неделе на Таняву вопрос показал, что Израиль восьмая в мире самая сильная страна, влиятельная страна, да, просто и Россия, Китай, Америка, Япония, восьмая в списке, это, кто бы мог подумать, еще буквально 100 лет назад, 200 лет назад, 100 лет назад, кроме герцога, никто не мог подумать, что Израиль будет. Мечтание, даже в списке не было, это правда. Даже не было такого страны Израиля, нет, поэтому это огромные чудеса, что сейчас происходит, на самом деле, евреи возвращаются на святую землю, надо там покупать недвижимость, потому что там за последние 10 лет недвижимость подошла 200 раз, 200 процентов. Почему ведь? А? А земля не пожаетесь уже? Покупать квартиры, все, что можно купить, надо покупать. У кого есть возможность, покупайте, это лучше надо. В Израиле будет только дорожать, в Израиле будет только дорожать. Anyway, этот галут, даже несмотря на то, что многие евреи в Израиле, сейчас этот галут еще не закончился, может быть, он уже подходит к концу, несомненно, раз такие чудеса происходят. Но этот галут до конца еще не закончился, Яков, когда не видел конца этого галута, этот ангел, он поднимался, 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 пока Яков сказал, что там, где он, когда он упадет уже, Ашем говорит, не беспокойся, даже если он до самых звезд берется, если надо будет, когда придет время, я его за шкину выкину. Галут это, галут этот дом тоже закончится, когда он закончится тоже. Это то, что приснилось Якову. Теперь сон закончился, Ашем обращается к Якову. Еще одно объяснение, то, что он увидел храм, естественно, он на этом месте спал, он видел, что эта лестница, это как... мисбек, знаете, мисбек, жертвенник, он был такой квадратный, и к нему шел такой подъем. Как это называется в русском, не знаю, как это называется? Рамп, да? Настил, настил, настил. Настил, шел к нему настил. И поэтому настилу, по этому подъему поднимались куани, и мы спускались. То есть, этот сон можно также интерпретировать, что он видел лестницу, да, то есть, которая с помощью... жертвенник, с помощью которого поднимались жертвы к Всевышнему на небо, это как лестница, как вот этот настил. И малахим, это ангелы на еврите, малахимы это также на еврите посланники, да, посланники народа. Куани, кто такие куани были? Кто это куани? Храник. А? Священнослужители. Служители, священнослужители. А почему не каждый еврей служил? Служители эти куани, они были как представители еврейского народа. Даже еврейский народ тоже был разделен на, если не ошибаюсь, 24 группы, маамад, и они тоже приходили в храм, какие-то функции исполняют. Ну, в общем, куани, они как представители были. Малахимы, они наши были посланники. Поэтому слово малахим, они не только ангелы означают, а также посланники. Вот. Окей. Поехали дальше. Давай, Саша, дальше, пожалуйста. И вот Господь стоит над ним и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, Твоего праотца, и Бог Итсхака, землю, на которой Ты лежишь, я отдам Тебе и Твоим потомкам. Твои потомки будут многочисленны, как прах земной, и Ты раздвинешь Свои пределы на западный остров, на север, на юг. Ты и Твое потомство станете благословением всем преливенам земли. Я с Тобою. Я буду хранить Тебя везде, куда бы Ты ни пошел, и возвращу Тебя на эту землю, ибо Я не оставлю Тебя, пока не исполню все, что обещал Тебе». Яков очень боялся. Он боялся Исаева, который остался дома. Он боялся дома, на котором он идет. То есть он был, на самом деле, в очень непростой ситуации. И Бог ему сказал, «Не бойся, я буду с Тобой, я тебя не оставлю, пока я тебя не верну целым невредимым, и все будет хорошо». Следующее интересное богословение там говорит, что Ты и Твое потомство станете благословением всем племенам земли. Знаете, когда из Испании в 15 веке, в начале 16 века, когда евреев выгнали из Испании, Португалия взяла огромное количество евреев. Почему? Потому что португальский король понимал, вот эту фразу он очень хорошо понимал, что Ты и Твое потомство станьте благословением всем племенам земли. Понимал, что если он евреев сейчас возьмет, экономика Португалии очень резко поднимется. И так и получилось, что у Португалии был большой завал. Он взял, если я не ошибаюсь, 30 тысяч евреев. И экономика начала подниматься. Еще сейчас хорошо относится. Дальше, что он говорит Бог, что я тебя верну. Очень интересный метр, что же есть, что когда Яков пришел на эту Гармо Амур-Я, там был жертвенник, на котором должны были прийти его отца. Он этот жертвенник разобрал, 12 камней вокруг поставил вокруг себя. Он говорит, я знаю, что мне предстоит иметь 12 сыновей. И эти сыновей будут прародители еврейского народа. Он говорит, я хочу... Это как бы он символ поставил вокруг себя. Когда он лег спать, метр, что камни начали спорить. Он говорит, под кого праведник, на кого праведник положит свою голову. Мы с вами вот эту тему начали поднимать в прошлый раз немножко понятие отца Адик, праведник. Что иметь связь с праведником это большое дело. В Торе написано «прилепитесь к Богу». Как можно к Богу прилепиться? Бог, это, так сказать, его не видно, как можно к Богу прилепиться. Есть два объяснения. Одно объяснение это прилепиться к его Торе, а другое объяснение это прилепиться к его праведнику. Потому что человек, когда приобретается к праведнику, он таким образом проявляется к Всевышнему. Я это не придумал. Это действительно все приводится и в Талмуде, и в других местах. Если возьмете книгу «Миселати и Шарым», в очень хорошем переводе «Путь праведных» на русском называется, написал Рамой Шахам Нутсад, он был каббалист, большой каббалист, и он умер очень рано, 40 лет умер. За свои 40 лет столько всего успел сделать. Похоронен он в Твери, я был на его могиле. Похоронен, знаете, где с кем? Рядом с рабей Акивой. Там почти никаких других могил нет. Вот такой пятачок Рамой Шахам Нутсад уже жил, который примерно 300 лет назад он жил, 400. И рабе Акива, который 2000 лет назад они вот так вот я вам показывал, они, знаете, что на береге Акива, Хазар Бучева, он вернулся к Богу в 40 лет. За 40 лет у него было такое отношение к мудрецам, знаешь, как было? Говорит, что если бы я встретил мудреца, говорит, я бы его укусил, как осел. Он говорит, Амуд задает вопрос, ученики у него спрашивают. Это он сказал про себя, когда стал уже великим раввином. А ученики спрашивают, рабе, говорят, а почему как осел, а не как собака? Он говорит, собака же часто бывает, что собака чаще кусается, чем осел. Он говорит, знаете, почему как осел? Потому что осел, когда кусается, он ломает кости. Вот так вот я ненавидел мудрецов. На самом деле, все намного глубже вот этот Талмуд. Я не знаю, сейчас уходить, а тема... Ладно, расскажу. Как на иврите будет слово осел, знаете? Амор. Амор. А материальность, знаете, как будет на иврите? Хамрию. То же самое. Те же три буквы. Хэтмемрэйш. Хамрию – это материальность. Он говорит, когда я был амарец, когда я был невежда, я не знал, как читать, я не знал, как молиться, я не знал, как учить Тору. Я ненавидел мудрецов, я был готов укусить, как осел. Как бы... То есть я был настолько погружен в материальный мир, что я хотел их... Этсен. На иврите кость – это Этсен. Потому что я хотел их сномать, как осел, как бы, из-за своей материальности, из-за хамрию. Поэтому и ради Акива вернулся к Богу в 40 лет. Он начал только все изучать. Поэтому у нас не все потеряно. В любом возрасте человек может вернуться к Всевышнему. И, как говорит, веселатый шариль, когда человек возвращается к Богу, то ты сделаешь чуть-чуть шаг, а Бог тебе... Ты подними себя немножко, а Бог тебя поднимет сильно. И не она к душа, к акульгу. Штука святости. Как человек становится святой. И на то, а вот, да, высоко гмуль. Вначале это работа над собой, но в конце концов это подарок свыше. Потому что человек он может достичь только определенного уровня сам по себе. Если Бог его дальше не поднимет, он не поднимется никогда на такой высокий уровень. Это то, что с раби Акива произошло. Первые 40 лет он вообще ничего не знал. Он, когда он начал возвращаться к Богу, если хотите, можно выключить это. Жарко, да? И когда он вернулся к Всевышнему, он поднялся на такой высокий уровень, что мало кто достигал его уровня. Он один из самых величайших вообще в мире был мудрецов. Есть такая легенда, я не знаю, насколько это правда, что рабы Мошхай Муцад, автор этой книги, было перевоплощение раби Акива. Потому что он 40 лет очень тоже много добился. И 40 лет улучшился. То есть вот эти 40 лет, которые раби Акива пропустил, грубо говоря, рабы Мошхай Муцад наверстал. Есть такой, не знаю, до конца, наверное, никто не знает, правда это или нет. Это интересная идея. А как мы знаем, можно узнать, как мы все. Раби Акива или рабы Акива? Раби Акива вот мы в России знаем, что он написал комментарий ко всему книгу. У раби Акива по всему Талмуду есть. Раби Акива с ним очень, он очень авторитетный и в Аллахе, и в Медрашах. Он сам, да, написал? Да, да, он из эпохи Танаима, это как раби Тархон, раби Гуданаси, как он, он раби Акива. Он, да, он один издавтра в Мешны. Он застал разрушение храма. То есть он еще того поколения. То есть эти все это фактически его не знали. Ну не только, не только, но в Талмуде есть, в каждом трактате есть его имя. То есть Раби Акива и Верик Акива. А в Африке послушать из этой информации и знать точно есть все это. Где могила Раби Акива? Вокруг Маймонида очень много праведников похоронено. И поколение Танаим и позже. А Раби Акива и Рамош Хаим Луцат они вот как будто посреди ничего. Вот там вот две их могилы прямо рядом. И все, вокруг ничего больше нет. То есть очень интересно. Красиво, оттуда очень красиво вид, я вам скажу. Она как бы на высоте и там рядом Кенерат. Вообще там вот эти очень красивые места север Израиля, там Цфат, Кенерат, Твери. Окей, тут он говорит такую идею, что когда человек праведник, цадик, он настоящий праведник, он достигает такого высокого уровня, что он становится сам как Бейтамигдаш, как храм. Он ходячий храм. Почему? Потому что человек настоящий праведник, на нем есть чехина Всевышняя. присутствие Всевышнего. То есть как храм. Ты идешь в храм, это святое место. Почему оно святое? Потому что там присутствие Всевышнего. Он говорит, что есть такие люди, которые святые, которые столько на собой работали, и они столько давили своего злого начала, искореняли из себя гордыню, гнев, они посвящали, рано вставали, поздно ложились, посвящали себя незвучению Торы. Вот Яков он прошел через это все, и он стал настолько праведник, что он стал цадик, праведник. И он, он, который святой, кадош, он как ходячий храм, ходячий бейт-амикдаш. Окей, тогда что, в храме можно было принести жертву? Если эту логику развивать дальше, то получается следующее. Инехем мамаш камигдашу и к мизбех. То есть этот праведник, он как храм и как жертвенник, из-за того, что неом шхина, и поэтому махат шхем охлим, еду, которую они кушают, получается, как будто она приносится на мизбеха, на жертвенника. Губки корбан, шиоли аль-габе гаишим. Это как жертвенник, который сжигается на углях. То есть это как система пещереварения, как у машины, система внутреннего сгорания. Тут тоже система внутреннего сгорания, как будто он в храме приносит жертву. Поэтому эту идею не хасиды изобрели, то, что вот этот цадик, они просто ее очень сильно развили, что рэба есть, как бы цадик, есть стол, тишина именно, едешь это тишина, это стол. Это как бы центральное такое активити в хасидизме, когда собираются хасиды в пятницу ночью или в субботу, в шаббат. Огромный стоит стол и посреди в главе стола праведник, цадик, как их рэбе, и он говорит браху на еду какую-то, и он не обжирается, не кушает, чтобы его кайфануть. Он кушает чуть-чуть, чтобы сказать браху, и это чуть-чуть еда, это как будто, если настоящий праведник, это как будто жертву приносит фами. И поэтому каждый хасид хочет от этой еды получить немножко, и еду, которую цадик потрогал, которую он браху на нее сказал. Теперь Талмуд, что говорит из трактата Йома, айн алифа муд алиф и молей гронам шинталмедеха хамим яйн, потому что напои мудреца вино. Почему? Потому что это то же самое равносильно тому, чтобы прийти в храм и вылить на жертвенник вино. Там было такое нисуга яйн, возливание вина, это была часть храмовой службы. В другом трактате трактате ктубот кувге амудбет, каждый кто приносит подарок Талмид Хахаву мудрецу и справеднику килю икреб бекурин как будто принес первые плоды в храм. Есть такая митсва принести первые плоды в храм. Когда человек есть поле свои крупные первые плоды он приносит в храм все самое лучшее. All the best for God для Всевышнего. Стоит человек настоящий неправедник ему не нужно покушать чтобы насладиться. Он ему приносит плоды как будто человек принес подарок в храм. И когда камни вокруг Яков возложил вокруг себя камни они начинают между собой спорить кто будет под головой праведника. Почему? Потому что быть под головой Якова это то же самое что служить Якова это то же самое что служить Всевышнему. Это то же самое что участвовать в храмовой службе. Так вот получается. Это тоже он приводит это я не придумал. Читаем дальше. Что же там было за пророчество? А как Яков отреагировал на пророческий зов Всевышнего? Рано утром Яков пробудился от сна и сказал воистине Господь пребывает на этом месте а я и не знал. Ужаснулся он и добавил как страшно это место это и есть дом для Бога это врата небес. Странный немножко как это он а я и не знал что значит я не знал. кто-то он тоже говорит это место как это еще раз Яков пробудился от сна и говорит воистину Господь пребывает на этом месте а я и не знал как он не знал а зачем он вернулся если он не знал как вы думаете я не знаю ответ на этот вопрос просто сейчас вопрос возник с вами может кто-то знает если надумаете ответ скажите если он не знал может кто-то восемь понял а восемь ну как по Медраших как он пошел до Харана потом вернулся если он не знал что это место святое зачем он возвращался сюда Яков это не связано с историей с Сыну Харана у него еще сыновей не было у нас что-то у нас как подумайте если что-то придумать скажите давайте дальше рано утром Яков взял тот камень что положил себе в изголовье оставил его как памятный знак и возлил на него масло он назвал это место Бейт Эль хотя прежде этот город назывался Луз Яков дал обед если Бог будет со мной оберегая меня на пути по которому я иду и посылаю мне хлеб для пропитания и одежду для облачения и если я вернусь с миром в отцовский дом тогда Господь будет моим Богом а этот камень который я поставил как памятный знак будет домом Божьим Богом из всего что ты дашь мне я буду посвящать тебе десятую часть Маасер что называется Маасер вот это слово я вам сейчас напишу кто и говорит подскажите Айн Шин Рейш три буквы буквально Айн Шин Рейш что это такое что это слово Асер кто сказал Асер Асер Ицхак сказал Асер потому что Ицхак предположил что точка стоит тут Ашер Асер А теперь Ицхак сказал Ашер почему потому что на этот раз он предположил что точка стоит тут Есть буква Шин для тех кто в Вритии знает я вам объясню вот это печатная Шин примерно вот так вот пишется как по-русски Шин трезубец а на письменном вот так пишется если тут стоит точка это Син а если Шин а если точка стоит тут значит Шин и в Иврите огласовок если нет Тору откройте там нет этих точек человек который читает Тору он должен знать это наизусть где точку правильно поставить поэтому это очень нелегкая работа Бай Пурре читать Тору очень-очень легко есть люди более талантливые менее талантливые меня лично занимает маленький кусочек подготовить целый час чтобы подготовить всю недельную главу часов наверное 8 чтобы подготовить хорошо качественно безошвим 7 дней по 24 часа то есть нет это то что в Шаббат читают за всю неделю всю главу там 7 альё есть люди которые быстрее готовят есть которые медленнее в среднем по 40 минут по полчаса занимают подготовить альё теперь асер на еврей означает что эсер асер это арестованный тоже может это по-другому пишется это само как пишется эсер это 10 да асер это отделять десятина так десятина богатство одно и то же слово десятина и богатство на еврей одни и те же буквы асер мудрецы говорили что отделяй десятина чтобы разбогатеть человек который десятина отделяет он никогда не обедняет ему Бог гарантирует что ты будешь всегда богат яков говорит священн если ты меня спасешь и ты все сдержишь что ты обещал ты мне дашь хлеб покушать и одежду одеть я тебе обещаю что я дам тебе десятина я отделю десятую часть из всего что ты мне дашь я буду посвящать тебе десятую часть окей поехали дальше времени мало материала много яков яков пешим отправился в путь и пришел в страну с сыном востоком там он увидел поле колодец возле которого лежали три оттария из этого колодца поили садами колодец был прикрыт большим камнем когда все стада собирались там то камень отваривали от отверстия колодца поили скот а потом возвращали камень на первое место яков спросил у пастухов откуда вы брать мои мы из хорана отвечали знаете ли вы лавана сына нахора спросил он знаем ответ они все ли у него благополучно спросил он все благополучно отвечали они а вот и его дочь рахель идет вместо с овцем день еще долг сказал он еще не время собирать скот напоите овец и отправляйте спасти но те отвечали мы не можем этого сделать пока не соберутся все отверстие отверстие колодца когда мы напоим овец пока он с ними разговаривал подошла рахель ведя овец своего отца говорит она посла когда якобы увидел рахель дочь лавана брата своей матери и овец лавана брата своей матери то он подошел отворил камень отверстие колодца и напоил овец лавана а почему до этого не могли они открыть камень тяжелый был и что он сильный видите там стояло три пастуха уже с тремя стадами а что вы стоите мы открыть не можем мы ждем пока все пастухи соберутся и мы все вместе открываем этот колодец а якоб когда увидел рахель он один открыл этот колодец что это происходит вообще якоб наконец добрался до того места куда он шел он узнает встречается с этими пастухами начинает узнавать информацию как там лаван где он живет как у него дела тут он встречает свою любовь рахель интересно что шедух яков рахель происходит возле колодца если вспомните или эзер нашел жену для исхака тоже возле колодца то есть это как the water cooler conversations так сказать о колодце воспользуясь эфирным временем хочу сказать что у нас следующий четверг начинается программа для девочек и скоро беджуро станет тоже колодцем возле которого будут собираться женихи невесты будущие так что имейте ввиду да что тут происходит давайте дальше когда когда яков увидел рахель дочь лавана брата своей матери и овец лавана брат своей матери он подошел отвалил камень от отверстия колодца напалил овец лавана брат своей матери яков поцеловал рахель и заплакал в голос сказал ей что он родственник ее отца сын рыбки она побежала и рассказала об этом своему отцу как они они родственники были как они родственники а уже два юра брат и сестра ревка 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 родная сестра значит они двоюродные браты ухтархола ухтархола вот так теперь что яков делает этот момент меня много лет мучил то что тут написано вы все пропустили слава богу мне много вопросов не нужно отвечать поехали дальше тут написано яков поцеловал рахель да поцеловал уже свадьба а свадьба мы только что говорили яков рэби хасидский не сдержался вокруг него камни хотят подмяться а тут он поцеловал рахель гармоны гармоны эти сразу говорят как сестру поцеловал да не спорчен не спорчен не спорчен нельзя как сестру поцеловать в меру в меру в меру в меру в меру давайте посмотрим на текст что текст говорили яков поцеловал рахель а потом что сделал заплак заплак нормальная реакция поцеловал заплакал сентиментально поцеловал потом заплакал что это ну понял что он сделал он что сделал в меру в меру в меру в меру в меру ну в религиозном мире же нельзя поаллахи ты не можешь спросить Это самый простой ответ сказать, что у него не было закона, там где он хотел соблюдать и Бог соблюдать, там где он не хотел, он не обязан, если так хочешь придираться. Теперь, можно ли сегодня целовать ростни? А отец даже дочку не может целовать. А? Может, почему не может целовать? В голову, по-моему, нет? Ну, в губы, конечно, отец не может целовать. Нет, ну что? Мне интересно, человек, я не сказал, должен. Что они говорят? Если целуют хоть в лоб, хоть и спорчат, но на такой степени. Может, может, 100% беспроцентно. Может? Да. Матч может целовать. Я не знаю, что Хасида говорит. Хасида говорит. Не поясни, смотри. Вопрос больше с дядей, с тетей, двоюродные, это вопрос. И, скорее всего, что-то между нет и нежелательным. Рамбам говорит, что человек, который целуется с родственниками, он глупец и так далее. В общем, это не так просто. А есть вот родной брат и сестра. Родной брат и сестра? А двоюродной брат и сестра, ты не поцелуешь что-то? Нет, нет, нет. Это считается ужасным. Родной брат и сестра. Ты не поцелуешь, наверное? Нет. Если кто-то приехал сюда. Он меня в Севере топекает. Как сестра, я не поцелуешь. Как есть? Есть это же СО, свадьба, все родственники. Нет, я не буду говорить вам, что можно, а что нельзя. Пускай это останется Таня. А что похоже чем? Говори уже. Начал говорить. Начал говорить. Яков поцеловал Рахель и потом заплакал. Почему он поцеловал Рахель? Типичная классическая... Я вам скажу, очень мало комментариев обсуждают вообще этот вопрос. Для меня этот вопрос всегда мне бросался в глаза. Сколько я учу Тору. Каждый раз все это читаю, мне это... А религиозные евреи муж женат злуются? Да. По ночи. Только через... Нет, по ночи. Селуются? Ну а как они тебя являются? Ну а... Почему так вы думаете плохо? Почему так плохо о религиозных евреях думаете, а? Теперь он же не женат. Теперь правильно задал вопрос и все сразу стали это. Конечно. И целуются, и всем занимаются, и обнимаются, и все что нужно. Все можно, да? Все можно. Теперь... Любовь. А как? Те... Те... Те комментарии, которые, да, поднимают вопрос и отвечают, как Эдик говорит, что это был поцелуй родственника своей родственницы. И поэтому Медраш объясняет эту картину, описывает так, что Яков поцеловал Ахель. И поступки, которые там были, они говорят, о, этот человек пришел нас научить уроку безнравственности. Да? То есть этот разратник пришел, непонятно кто, сразу на незнакомую девочку набрасывается, целует ее. И поэтому он заплакал. Почему? Потому что его неправильно поняли. Они же не знают, что они родственники. Он ее поцеловал, и потом, когда услышал, как люди говорят за его спиной, он говорит, блин, что я сделал? Это представьте, раба идет по улице, подходит к нему красивую девушку, он ее целует в щеку. И все, и что-то они пообщались, и дальше идут. А этот мимо проезжает. Я говорю, о, ничего себе, раба. Такая женщина, это точно не его жена. Он с ней поцеловался, как это, а потом, оказывается, что это раба и сестра. Или какая-то, я не знаю, или дочка его. То же самое, Яков происходит тут ситуация. Он поцеловал свою родственницу, кто-то проехал мимо, посмотрел, говорит, а, садик еще называется, целуется непонятно с кем, на улице. И он заплакал, потому что ему стало не письмен, говорит, как я просчитал, что это... Нехорошо получилось, некрасиво получилось. Не сдержался. Не то, что не сдержался, некрасиво выглядело некрасиво. Теперь, другие комментарии, другие комментарии говорят так, что... Другое объяснение Рашид приводит, что... Ильейзер, когда приехал свататься, он привез 10 верблюдок. С товаром, с подарками, с украшениями, с пряностями всякими, с гостинцами. А Яков пришел ни с чем. Это доказательство, что бедняк, он как мертвый. Он даже не может в ресторан пригласить. Не то, что ресторан, даже в Starbucks не можете купить стакан кофе. Он пришел ни с чем. И поэтому он заплакал, что ему, как сказать, стало обидно, что он не может ничего сделать, не засватать по-человечески. Теперь интересный есть комментарий. Это все пшат, что такое пшат, это простое объяснение. И года, лет 5 назад, я услышал очень интересное объяснение от моей знакомой одной, Эстер Родригес. Она мне это сказала от имени Робетсон Юнгера. Знаете, как Якова звали, что у него еще одно было имя? Знаете, как? Израиль. Правильно, Исхак говорит «Израиль». Это дальше. На этом моменте у него еще нет этого имени. Но потом будет у него драка с ангелами, и ангелам сказали имя «Израиль». Да, Исраиль. Скор Рахель. Знаешь, Скор Рахель? А почему же такое слово «Рахель»? Знаете? Скор Рахель, вы хорошо знаете, что такое «Рахель»? Да? Как написано? Рахель, как написано? Рейчо. Рейчо. Рахель – это вообще овца. Знаете? Овеченька. Овеченька, да? Овеченька. Да. Также, как в Иврите, много интересного. Цви. Цви – это болель. Зейв. Зейв есть такое еврейское. Волк. Волк. Дох. Дох – это медведь. В Иврите. В Иврите очень много имен, которые… Арье. Арье – это лев. Да? Ари. Ари – это тоже лев. Ари – это значит. В Иврите много имен, которые связаны с животными. Яэль. Яэль – это горная коза. Рахель – это овечка. Окей. Есть такой Това. Есть такое… На Иврите имя Това – это означает «хорошее». А есть, можно, Рахель Това. Хорошая овца. Два имени взяли. Да, Матерочка так назвала. А? Он дочь так назвал. Рахель Това? Ну, из дочери. Да. Окей. Вот ничего плохого это нет. Рахель Това – хорошее Рахель. Теперь, если написать, как, опять же, полностью, да, можно это сказать. Рахель. Эль – это Бог. Да. Эль – это одно из имен Всевышнего. Как мы учили сейчас с вами Бет-Эль. Яков был сон где в Бет-Эль. Это дом Бога. Божий дом. Рахель – это Рахель. Рейш-Хэль, если добавить духу, будет Руах. Руах – это что? Дорога. А? Дорога. Ветер. Дерех – это дорога. Руах – это ветер или дух. 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 Да? Рахель – это Руах-Эль. Это сокращенно. Если взять, так же, как Бен-Ямин – это Бен-Ямин. Там можно… If you expand. Да, есть, когда два слова на еврейте ты берешь, некоторые буквы вырезаешь и сокращаешь. Да. Рахель, как объясняет от имени Рабет-Эль, Рахель – это Руах-Эль. Это Дух Всевышнего. Это Шхена. То есть, тут у нас происходит что? На глобальном что-то плане. Это не просто Яков встречается с Рахель. Это Исраэль. Это еврейский народ будущий. Встречается с Руахель, встречается со Всевышней. Это идет слияние с Шхеной. Это поцелуй. Вы знаете, книга Яшир Аширим. Песнь в песне. Если вы будете читать без комментариев, то… Очень некорректная книга. Сексуальная книга. Если все книги Танаха, письменные Тора – это кодыш, это святые. Шхир Аширим – это кодыш Кадашим – это святая святых. То есть, там очень-очень глубокий смысл. И нужно вкапываться. Там каждое предложение нужно смотреть. Но, в конце концов, любовь между еврейским народом и Богом – это символизируется как любовь между мужчиной и женщиной. И поэтому человек, который холостой, до конца не может познать эту любовь. И поэтому одно из объяснений, почему Бог, когда давал Тору, Он взял гору Синай и поднял над еврейским народом. Метраж говорит так, что если вы примите мою Тору, хорошо, если нет, эта гора на вас одружится. В самом деле, один из моих учителей, рабы Блаха, написал по-другому совсем. Он говорит, что Бог поднял гору Синай над еврейским народом, потому что это свадьба. А на свадьбе должен быть балдахин, должна быть хупа. Он говорит, что это очень просто. И вообще, минхагей хупа, обычаи хупы выучиваются из горы Синай. Когда Всевышний, как хатан, как жених, стоял и ждал свою невесту. То же самое сейчас, когда хупа идет, выводят жениха сначала, и он ждет свою невесту. И когда потом невесту выводят, то невесту выводят, или родители, или друзья. Да, шоба вим, есть такое, это шошвины. И они выводят, родители или друзья выводят невесту под хупу. То же самое, Моше, он взял еврейский народ как будто под локоть и говорит, пошли, я тебе замуж выдаю. Он повел их навстречу Всевышнему, гора Сина была как хупа. И это то, что Яков целует Рахель, это не поцелуй, по простому поцелуй родственника. Но нам тоже совсем не нужно об этом знать, зачем нам Тора говорит, что он целовал или не целовал. Это больше создает недоразумение, чем они нас чему-то учат. Это Руах Эль, это Рахель, это слияние шхины с еврейским народом. Я думаю, что мы тут на этом закончили. Всевышний герой, что я представлю, что этот нашáхит Николай, это где nih? Вunderцы? Вы fís не будете懂 поцелуй. На этом году ты будешьativos в Buffington Бhar.